Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин. И к нам присоединяется Юлия Ирейско. Здравствуйте, Юлия. Доброе утро. Доброе утро, Олег. Доброе утро. Что нового, чем порадует ваша галерея, любители искусства? Какие новые какие-то мероприятия, выставки, новые, может быть, имена, которые мы для себя откроем? Потому что наблюдаем в социальных сетях за вашим творчеством, за вашим музеем, за вашей галереей. И постоянная какая-то движуха. Что-то кто-то вносит, кто-то что-то там на стенки вешает. Да, мы не можем сидеть спокойно на одном месте. Поэтому такое у нас, конечно, немножечко сейчас хаотичное движение, потому что выставка, у нас две выставки одновременно проходят. На первом этаже это «Грата Балва», наша ежегодная конкурсная выставка на приз «Грата», в которой принимают участие в этом году больше 55 авторов. Это и художники, и скульпторы, и мастер по стеклу у нас есть также. А на втором этаже выставка художника из Израиля, уроженца Украины. Если хотите, я могу подробнее о каждой из выставок рассказать. Конечно, конечно. А еще очень интересно, если это «Грата» выставка «Грата Балва», то есть награда, кто оценивает, и как посетители галереи могут повлиять на награждение, кто получит приз, и вообще что за приз? Да, конечно. Это один из самых интригующих моментов ежегодной конкурсной выставки, потому что все голоса, которые отдаются лучшей работе, голоса, которые выбирают лучшую работу, голоса зрителей. И этот конкурс мы называем анонимным конкурсом, потому что ни одна из работ не подписана. Есть только атрибуция сама, год, размер, техника и название работы. А вот автора работы нету, и в каждой работе присвоен номерочек. И именно по количеству одинаковых номерков потом происходит подсчет победителя. То есть та работа, которая получила больше всех голосов, да, и выигрывает наш приз, приз это 500 евро. Этот приз вращается на следующие, на открытие следующей выставки автору, автору работы. Поэтому все то время, пока длится выставка, приходят зрители, получают пустой талончик, получают ручку и после просмотра выставки определяют для себя, что им больше всего понравилось. Это могут быть несколько работ, может быть, одна работа. Заполняют этот талончик, опускают в ящик, и этот ящик скрывается только после окончания выставки конкурсной. А первый приз Грата Павлова в размере 500 евро мы вручаем на открытии выставки Грата Павлова. И обычно этот приз достается одному из художников, с которым мы долго работаем, с которым мы знаем, что в этот момент этот приз бы его очень порадовал, и он ему необходим. Но в этом году приз галереи мы уже отдали в фонд Young Folks. Это молодежная организация, которая в том числе именно сейчас занимается помощью беженцам Украины, именно транзитным беженцам Украины. Насколько я понимаю, вот этот сегмент помощи... Да-да-да, на Рижском автовокзале они работают. На Рижском автовокзале, да, это сегмент особо никем не был, как бы подхвачен, охвачен. И эта помощь очень требовалась тем, кто приезжает на недолгое время для того, чтобы пересесть, продолжить свой путь дальше. И это беженцы, которые, конечно же, приезжают в незнакомый город в растерянности, и им нужно помочь и с водой, и с размещением, и с тем же самым, извините меня, туалетом проводить и даже оплатить, потому что, насколько я знаю, что туалеты у нас на автовокзале платные, да, и далеко не у всех в этой ситуации есть средства и возможности вообще, как бы эмоциональные силы продолжать держать себя в руках ситуацию. Поэтому ребята круглосуточно, каждый день 24 на 7, дежурство у них по 4 часа, занимаются этим, встречают, провожают, обустраивают, помогают. И также предлагают всем желающим записаться в график дежурств. Любой человек может зайти к ним на сайт, найти этот график, записаться и прийти и помочь. И, естественно, им нужна также материальная помощь, это и вода, и, как я уже сказала, оплата других услуг для беженцев. Вот, и мы отдали свою первую премию сразу в этот фонд, и все средства, которые галерея получит от продажи этой работы конкурсной высоки, тоже пойдут в фонд этим ребятам для помощи транзитным беженцам в Украине. А скажите, война каким-то образом отразилась на творчестве художников? То есть какие-то сюжеты, мотивы? Ну, смотрите, я очень заранее всегда придумываю концепт конкурсной выставки. Обычно мы рассылаем приглашение, у нас личное приглашение, это не открытый конкурс, еще в феврале. Обычно здесь я немножечко припозднилась, потому что, конечно, у всех было состояние очень растерянное в тот момент, в феврале. Но в итоге я решила все-таки, что название этой конкурсной выставки будет «Иллюзорная реальность». Это та реальность, которая живет в нас, которая может не совпадать с тем, что происходит снаружи. И я думаю, что я не ошиблась с выбором, потому что всем нам в этот момент очень необходима эмоциональная поддержка. Эта эмоциональная поддержка, она же, конечно, должна быть позитивной. Позитивной мы должны внутри себя найти какие-то силы для того, чтобы продолжать и жить, продолжать заниматься тем, что нам удается лучше всего, приносить какую-то пользу себе и окружающим. Поэтому «Иллюзорная реальность» – это достаточно позитивная тема. И, конечно же, мы просили, чтобы в работах не было отражено ни агрессии, ни терпимости какой-то, потому что эти работы все-таки должны вызывать эмоционально позитивный настрой. И в этом году работ было гораздо меньше, чем в предыдущие годы, потому что «Градобалово» – это ежегодная выставка, в этом году уже четвертая. Но я думаю, что еще это связано с тем, что, во-первых, нам самим сейчас требуется также помощь в связи с предстоящим периодом холодов. И не каждый автор согласился гонорару своей работы отдать помощь. Но, конечно же, вторая причина, я думаю, что действительно сейчас художникам тяжело из себя достать что-то такое, что может порадовать, может на холсте отразиться в каких-то позитивных красках. Поэтому 55 художников, 77 работ выставили. Вот так вот. А эти работы можно приобрести? Эти работы можно приобрести, и все, что мы с этих работ, весь гонорар будет автоматически направлен также в фонд помощи «Янфокус». Как отразилось происходящее на самих галеристах? Скажем, стало ли искусство украинских художников или скульпторов более востребованным? Да, конечно. Во-первых, в Ригу, в Латвию приехало достаточно значительное количество творческих людей, и в том числе художников. И есть несколько выставок, которые открылись в связи с темой войны на Украине. На Украине это выставки украинских художников. Но в нашей галерее на втором этаже, параллельно с Грата Балова, потому что в любом случае это тема Украины, войны в Украине, открылась выставка художника из Украины. Автора зовут Евгений Мерман. Сейчас он является гражданином Израиля, но получил художественное образование Евгений в Украине изначально. Вообще очень интересный автор, потому что первое образование художественное у него в Украине, там он закончил школу художественную и академию художественных курсов. Затем он переехал в Нью-Йорк. В Нью-Йорке продолжал учиться в Институте искусств Нью-Йорка. Закончил и работал в Нью-Йорке. Затем он уехал в Гонконг и там продолжал свое творчество развивать и как-то насыщаться и отдавать. И семь лет жил в Гонконге и после этого только переехал в Израиль. Он такой путешествующий, скажем так, художник, но путешествующий всю жизнь и живущий, честно, живущий еще в том месте, где творит. И в итоге получилась очень интересная выставка, которая открыта на втором этаже у нас. Называется она «Атлас картинок». История этой выставки такова, что однажды Евгений на Глашином рынке купил небольшой географический атлас конца XIX, начала XX века, немецкий, в котором наравне с изображениями флоры, фауны были также гравюры людей. Но это были изображения людей третьего мира, потому что это атлас географический, он показывал именно мир, не европейский, а мир третьих стран. И так как картинки были графические, то о Евгении очень сильный живописец, очень сильный колорист, то он решил это все оживить и актуализировать. И сделал свою интерпретацию в цвете. Это огромные холсты, некоторые холсты трехметровые, очень впечатляющие, которые рассказывают вроде бы и о том же, и о людях, и о людях третьего мира, но как бы это уже и не третий мир, потому что уже все поменялось у нас до XIX века, и люди, и география, и принадлежность стран. И теперь это выглядит совершенно по-другому. Мне очень интересно сравнить атлас, сам атлас, картинки из атласа, и то, что получилось у него. Выставка «Путешествующие», сначала она была в 2019 году, показана в Украине, в Киеве, затем в Вильнюсе, и вот теперь у нас на втором этаже галерея музея Мэрмана. А эти изначальные картинки тоже присутствуют? Ну, то есть действительно можно сравнить? Да, есть каталог, это каталог художника Евгения Мэрмана, но в нем есть, конечно же, и репродукция, и ссылки на эти работы. А как долго она продлится, чтобы так понимать, успеть ньюс? Да, выставка была открыта в конце августа, и продлится она до 15 октября. Так что приходите, пожалуйста, очень интересно, очень красиво, и мы, конечно же, всех ждем еще и на «Граду балу», потому что каждому из художников очень важно, чтобы его увидели, оценили, узнали. И, конечно, эта интрига колоссальная, когда мы до конца не знаем, пока не вскроем ящик, кто же победитель, какая работа будет победителем в конкурсной выставке. А еще дополнительно вот эта вот возможность самому повлиять на то, кто победит, оценить, и этот голос будет учтен. Юля, у вас при галерее была еще и академия, и есть, я очень надеюсь, академия «Града», какие-то, может быть, новые курсы, лекции планируются, в том числе по мотивам украинского искусства. Ну, есть два мероприятия, ну, скажем так, это не мероприятие, это два больших блока. Первый блок, наш традиционный блок по истории искусств, в этот раз это будет рассказы про импрессионизм с Юлией Осиповой. Этот блок мы начинаем в октябре. Ну, это обычный наш формат. И второй блок мы делаем совместно с фестивалем «Ботаника». Ирена Дроздова предложила идею провести две встречи-дискуссии с Денисом Хановым по поводу темы культуры, тема, так как дискуссия планируется на русском языке, то, конечно же, она связана именно с положением и мыслями о том, как русский язык позиционирует себя сейчас в местном культурном контексте. Но об этом лучше, возможно, расскажет Денис Ханов. Возможно, когда пригласить, он более подробно вам в этом расскажет. Ну, тем более, что Денис Ханов, в общем-то, наш коллега. Сегодня, кстати, он будет в 12 часов у нас в эфире. Поэтому я вам так говорю, что это всё-таки его тема. Абсолютно, абсолютно. Две встречи будут 1 и 3 ноября. Билеты можно купить на сайте. И мы ждём, я с нетерпением жду именно этой встречи, потому что она настолько актуальна, что здесь очень много, может быть, интерпретаций и бесед. Ну, вот две беседы точно. Тем более, что, да, профессор, он, конечно, замечательный рассказчик и умнейший человек, и спокойный, и взвешенный, и знающий. Одно удовольствие его послушать и с ним пообщаться. – Да, у меня был вопрос. Вот я понимаю, что можно приобрести будет на выставке вот как раз произведение авторов. Но для людей, которые, может быть, только открывают для себя собирание искусства, как выбрать? То есть вот как выбрать для… Если мы говорим о том, что это нет, может быть, у человека своего собственного загородного дома с большими помещениями, а, может быть, это не очень большая квартира, которую он бы хотел украсить вот какими-то предметами живописи, можно ли получить, например, консультацию, вот что лучше вписывается в интерьер, какие вот энергии, стили, направления лучше будут соответствовать его, не знаю, мироощущению? Вот как это всё происходит? Как покупают произведения искусства? – Ну, обычно, если приходят уже покупать, то подбирают уже что-то есть в голове, хотя бы колористика, да? Но на самом деле мы всегда советуем, начиная с чего-то небольших размеров и именно с того, что самому понравилось. Потому что в любом случае коллекция – это очень персональная история, и даже если ты не собираешься коллекционировать, но тебе близко то, что автор хотел сказать, какие-то эмоции, ассоциации, связанные с тем, с изображением, то это и может стать началом коллекции. И, конечно же, небольшой формат – это самое-самое такое простое начало. Кстати, у нас в галерее сейчас в этом году формат работ конкурсных тоже небольшой, это 30 на 40, поэтому можно так сказать, что мы предлагаем как раз начинающим коллекционерам, ну, попробовать себя как начинающим коллекционерам, потому что, допустим, 70 работ. Сначала вы можете выбрать ту тему, которая вам более близка, это, может быть, или также цветовые какие-то соотношения, которые вам понравятся больше всего. И небольшой размер, конечно, предполагает и невысокую стоимость работы. Поэтому, в общем-то, можно смотреть сначала на собственный какой-то отзыв, собственную эмоцию, затем уже на размер и на целом. И, конечно же, мы помогаем, и мы можем дать на примерку работу и поменять что-то, если не нравится. На примерку. Интересно. А сегодня, кстати, день коллекционера. Я понял, мы с этого начали эфир, конечно же. Так что, да, главная решимость оторваться и прийти, и прийти в галерею, в музей Маловая Играта, которая расположена на улице Пумпура-2. Кстати, неподалеку от Государственного художественного музея. Такое вот сосредоточение искусства в Риге. У нас есть Юлия Ереська, владелец этой галереи. Замечательная была с нами на прямом эфире. Огромное спасибо и хорошего дня. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. До встречи.